Привет! Конфликт Эльдара, Автоподбор и Давидыча. Немного такая неприятная ситуация произошла. Помните, уже относительно давно у Эрика был обзор на Камре? Она ему не очень понравилась, еще якобы из-за того, что там металл был как в какой-то банке, который везде прогибался. Давайте просто покажу эти моменты. Вот. Просто фольга. Просто фольга. И она вся такая... Крыша. Просто фольга. Ты едешь на какой-то консервной банке. И вот там было много таких подобных моментов. И как бы вроде бы это было давно, но ролик собрал почти 6,5 миллионов просмотров. И явно повлиял на мнение людей об этой машине. И вот две недели назад у Эльдара тоже вышел обзор на эту машину. И в нем он так прям конкретно проехался по Эрику. Давидыч даже потом ответил у него в комментариях. Давайте я сейчас все покажу, но я перед этим расскажу как можно реально и как самые моменты, которые были адресованы Эрику, но только якобы намеком. Но все люди все прекрасно понимают. Первый вопрос. Почему, блядь, почему я такой тупой? Почему я дебил, блин? Потому что я безмозглый. Потому что я не изучаю информацию. Потому что я, блин, обсираю, прежде чем думать. И потому что я просто, я толстый. Я ни на что не намекаю. Отдельный привет всем тем людям, которые подходят постоянно и начинают такие... О, смотри, какой металл! Смотри, проминается, какой хлипеньш. А здесь все фольга, фольга. Стой экскурс в теорию. Ребят, толстый металл на вот этих внешних кузовных элементах автомобиля это плохо. Почему? Потому что это лишняя масса. Чем выше масса автомобиля, тем больше кинетическая энергия в момент ДТП. Вот именно с проминающими элементами, потому что им жалко металл или чего-то. Вы дебилы, блин. Они это делают. Первое. Чем машина легче, тем меньше объем двигателя нужен для... Вы прежде чем вообще на такое, на публику говорите, хоть, блин, разберитесь в вопросе минимально. Ну и точно. Это настолько абсурдно. Смотреть какой-нибудь обзор и видеть, как человек, блин, проминает металл и говорит, машина говно, потому что у нее, блин, металл тонкий. Первый вопрос, почему, вы знаете, почему я такой тупой? Почему я дебил, блин? Потому что я безмозглый. Потому что я не изучаю информацию. Потому что я, блин, обсираю, прежде чем думать. И потому что я просто, я, ну, я ни на что не намекаю. Конкретно так проехался по Эрику. И я не знаю просто, кем нужно быть, чтобы не понять, кому это было адресовано. Причем видно, что у Эльдара аж так подгорает, прям реально подгорело, в такой грубой форме все он это сделал. И самое забавное, что потом Эрик под этим роликом оставил свой комментарий. Мой подписчик успел сделать скриншот, потому что потом этот комментарий куда-то пропал. Твою отсылку я понял и услышал. Грубовато сделал, я к тебе хорошо относился, никогда ничего плохого про тебя не сказал, а ты уж слишком грубовато это сделал. Я не буду вникать техническую часть, но ты далеко не везде прав. Но я тебя услышу. Вот такой комментарий оставил Эрик, который потом пропал. И тут варианта два. Либо Эльдар его удалил, либо Эрик сам его удалил, потому что комментарий повисел там буквально часа 3-4, наверное. И я где-то даже немного понимаю Эльдара. Да, может быть в моменте это было слишком грубовато, но Эрик сделал бы, я думаю, еще грубее. Но говорить кто прав, кто нет, я не буду, потому что у каждого свое мнение. Но вот такой вот неприятный момент между ними...